Ну, во-первых, я должен сказать, откуда появилась эта книжка. Придумывал её не я. Придумали её сотрудники фирмы «ЦАНС». Они сказали, вот у нас часто такая вещь. Сидит человек, проектирует электрическую часть какого-то здания, а ему говорят, слушай, а ты про молниезащиту забыл. Ну-ка, давай, посмотри, чего там с молниезащитой. А он эту молниезащиту последний раз слышал на лекции в институте 20 лет тому назад. Чего-то ему там рассказывали, бах, вот трах-трах. Из головы это всё вылетело, кроме слова «молниотвод». А нужно влезать в проблему. А как в неё влезать? Читать специальные книги? Времени нет. А вот если была бы такая книжечка, в которой пару-тройку страниц прочитал, и тебе было бы понятно, а надо этим заниматься, или это всего в будиль. И вот была придумана книжка, которая называется «Скорая помощь в молниезащите». Там хоть красное кресто на этом самой обложке будет стоять? А, Павел? Вместо красного креста, Эдуард Мирович, там будет логотип нашей компании. Ну, вы хоть «Скорую помощь, что ли, нарисуете». Она будет. Так вот, все главки этой книжки состоят из двух-трёх страниц. Представляете, страниц в этой книжке более сотни, да? Да. И это значит, главок этих и вопросов, разобранных в этой книжке, будет, ну, по крайней мере, полсотни. И каждому вопросу будет уделена очень короткая, самая необходимая информация. А все оценки, которые там можно сделать, они будут сделаны только при помощи калькулятора. Никакой вычислительной техники. Калькулятор. И всё. И вот эта книжка по формату, которую можно сунуть в карман пиджака, на наш взгляд, можно носиться с собой, как палочка-выручалочка. Вот такую книжку мы задумали. Её очень долго писали, потому что, помните, Екатерина II, обращаясь к Вольтеру, написала как-то в одном из письменных кокетничая следующая вещь. «Извините, мой друг, что не было времени написать короче». Вот мы изо всех сил старались написать короче. А что получилось, это уж вам решать. Ну, это уж вам решение. «Извините, мой друг, что не было времени написать короче.